Доброго всем! Продолжаем тему пошагового рассказа о ремонте головок блока цилиндров. Это всего лишь второе видео в линейке этого плейлиста. Итак, наиболее серьезные повреждения головки блока цилиндров, о которых мы упомянули в том самом первом видео, требуют замены седел клапану. Очевидно, новое седло должно быть установлено концентрично отверстию в направляющей втулке клапана. А если втулка изношена, тогда точно обеспечить соосность седла и втулки не получится. Поэтому перед заменой седел приходится вначале заменить направляющие втулки клапану. Хотя эта операция хорошо освоена на многих СТО, иногда можно встретить нарушения технологии в этой работе, прямо или косвенно, способствующие снижению ресурса деталей. Выпрессовать, выбить втулку из гнезда в головке, как правило, больших проблем не составляет. Для этого необходима ступенчатая оправка, так называемая выколотка, с направляющей частью, заходящей в отверстие втулки. Удаление втулок осуществляется в направлении от седла клапана. Причем диаметр стержня оправки должен быть заметно меньше диаметра гнезда, которое легко повредит. Отметим также, что выбить твердые втулки, чугун, сталь, металлокерамика из алюминиевой головки блока легче, если нагреть головку в печи. Очень часто задают вопрос о температуре нагрева ГБЦ, минимальной и максимальной. Многие считают, что нагревать головку нельзя, и это ошибочное мнение. Я даже в подробности вдаваться не буду, мне интересно. Кто считает, что этого делать нельзя, попросту закройте это видео и пройдите мимо. А мы продолжим. Итак, выбить втулки будет легче, если нагреть головку в печи до 150-180 градусов Цельсия. Но, заметьте, не выше 200 градусов. Иначе головка может деформироваться со всеми вытекающими последствиями перегрева. Мы, исходя из нашей практики, нагреваем головку в пределах 100-110 градусов, не более. И поверьте, этого вполне достаточно. Головки отечественного автопрома нагревать практически не нужно. Во всяком случае, в большинстве случаев. Кроме того, перед выпрессовкой втулок желательно очистить ту их часть, которая выступает в каналах пуска-выпуска. В противном случае, нагар, покрывающий втулку, может повредить гнездо. Дальнейшие действия ремонтников тоже не всегда безупречны. Первый вопрос. Какие втулки устанавливать? Вопрос совсем не праздный, поскольку некоторые модификации двигателей могут иметь различные материалы втулок. А об отечественной продукции вообще отдельный разговор. В продаже встречаются втулки, изготовленные из мягких стали, с несоосностью отверстия и наружной поверхности. И также с недопустимыми отклонениями посадочных размеров. Вот наглядный пример такой несоосности. Измеряем втулку одного из недобросовестных производителей. Озвучивать производителя не стану, уж извините. Делаем мы это на приборе по измерению биения клапанов. Для этого берем пилот требуемого размера, в данном случае шестер. Для чистоты измерения проверим сам пилот на биение. Как видим, биение составляет сотка полторы. Полторы измеряем втулку. Ну и результат, как говорится, очевиден. То же самое сделаем с отечественным производителем. Поэтому из этого следует, что к выбору поставщиков следует относиться со всей серьезностью. Иначе автосервису придется тратить немалое время и средства на выполнение работ по рекламации, а также замену приобретенной некачественной продукции. Когда ожидаемого результата по факту ремонта сервис не добьется. Конечно, при условии, если этот автосервис заточен на серьезную, качественную и долгосрочную работу с клиентом, а не на его развод. И не иначе. И, конечно же, в этом случае сервис понесет имиджевые потери, то есть пострадает ваша репутация. Поверьте, клиент не будет разбираться, по какой причине произошла рекламация. Но вернемся к нашим втулкам. Обычно производители деталей двигателей изготавливают втулки из серых чугунов и бронз. Серый чугун для втулок должен иметь мелкозернистую перлитную микроструктуру. Причем для форсированных двигателей в состав материалов для снижения трения и износа добавляют фосфор. А для двигателей с надтулом еще и хром. В двигателях немецкого производства BMW Mercedes Audi Volkswagen обычно применяют бронзовые направляющие втулки. Для не слишком форсированных моторов это обычные сплавы с содержанием цинка и алюминия. А для наиболее форсированных не включаются добавки кремния, никеля и других металлов. Бронзовые втулки лучше отводят тепло от нагретых клапанов, но дороже чем чугунные. Из-за чего некоторые двигатели даже имеют разные материалы для втулок впускных и выпускных клапанов. Отметим также, что на сегодняшний день все больше и больше завоевывают свой авторитет металлокерамические втулки. Однако должен отметить, что они не уступают чугунным с правильно подобранным химсоставом, микроструктурой и твердостью. Итак, втулки приобретены. Что же дальше? Очевидно, проверка натяга втулок в гнездах, что требует точного измерения наружного диаметра каждой втулки и отверстия каждого гнезда. Полученная величина натяга должна соответствовать данным производителя двигателя, но в среднем натяг составляет от 3 до 7 соток. Слишком малый натяг ведет к перегреву клапана, просачиванию масла по наружной поверхности втулки и даже ее выпаданию из гнезда. Большой натяг может спровоцировать повреждение деталей и поломку втулки в 3 установки. Установку втулок лучше всего производить с разностью температур деталей, для чего головку блока следует подогреть, как я уже ранее говорил, до 150-180 градусов, а втулку охладить с применением сухого льда, жидкого азота или просто в морозильной камере. Мы, как правило, ограничиваемся лишь охлаждением в морозильной камере или зимой на подоконье. И, поверьте, это вполне успешно работает. Запрессовка втулок осуществляется в направлении к седлу клапана ударным способом. При установке втулок с тонкими стенками посадочного пояса для маслосъемного колпачка на оправку необходимо установить дополнительную специальную втулку, защищающую тонкую часть направляющей втулки, иначе втулка, скорее всего, будет сломана. Если гнездо для направляющей втулки повреждено и обеспечить необходимый натяг невозможно, придется ставить ремонтные втулки с увеличенным на десятку-две наружным диаметром или изготавливать самостоятельно из соответствующих заготовок. Нам порой именно так и приходится поступать. Заготовок у нас есть с запасом, и есть станочное оборудование, и, соответственно, квалифицированный персонал. Также, естественно, придется увеличить диаметр гнезда, и сделать это необходимо с помощью станочного оборудования. Мы эту операцию производим на координатно-расточном станке. Хочу предостеречь от использования ручного инструмента дрель сверла-развертки. В этом случае легко сместить обработанное отверстие от его первоначальной оси. Поэтому не удивляйтесь, если после такой работы, в кавычках, потребуется глубокая обработка седел, то есть просадка клапана в седле, что может окончиться невозможностью вывода клапана в зону срабатывания компенсатора, то есть создания требуемого теплового зазора. А клапаны будут торчать вверх на разной высоте, как грибы в лесу. Если же на стенках посадочных отверстий есть лишь небольшие потяги, то достаточно посадить втулки в головку на герметик. Он заполнит эти потяги, лишнее выдавится в коллектор, а мы тем самым исключим проникновение масла в коллекторы и в цилиндры. Заключительная стадия установок втулок – это калибровка отверстий, развертки. Больших проблем эта работа не вызывает, но есть одна тонкость – это стремление некоторых ремонтников к плотной посадке деталей. И не только на поршневую группу, но и на клапанный механизм. Поэтому и здесь номинальный зазор клапана во втулке в среднем от 2 соток до 5 соток для впускных клапанов и от 2,5 соток до 6,5 соток на выпускных. Воспринимается такими работниками, как прослабленные. Между тем известно немало случаев заклинивания клапанов в направляющих втулках и полного выхода двигателя из строя с дальнейшей неремонтной пригодностью головки блока. Именно из-за этой пресловутой болезни малых зазоров. Среди наших подписчиков мы знаем несколько таких любителей минимизации. Поэтому руководствоваться в данном случае желательно усредненными парами. А вот почему происходит именно так, объясняется очень просто. Очень часто в свой адрес мы слышим упрек, что вот мол на заводе никто не притирает клапаны. Об этом мы обязательно поговорим в следующих видео. А также они делают минимальный зазор в узлах и механизмах. Да ведь и сам производитель типа дает эти цифры своих мануалов. Так вот, ответ на этот вопрос на самом деле очень прост. В оснащении промышленных заводов стоит оборудование с высокой степенью точности и рассчитано на массовое производство запчастей. В их случае все соосности, плоскости, нормативные углы и другие параметры на таком оборудовании четко соблюдаются. Когда же калибровкой занимается мастер СТО и занимается он этим вручную, инструментом не всегда отвечающим требованиям, с каким-то износом, биением и иными дефектами, то такая точность попросту порой теряется. В результате работы мастера не всегда отверстие имеет четко ровный диаметр и четко ровное отверстие по всей высоте. А значит очень вероятно, что произойдет неприятная история, высказанная ранее. Поэтому обращаю ваше внимание еще раз на очень осторожное отношение к минимизации зазоров. А пока на этом все. Теми же втулок мы еще не раз вернемся. Подписывайтесь на канал, кидайте донат, если не жалко. И естественно оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить. И без аварийных вам поездок.